Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Новости» – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа «Регион». В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Мэр Анапы Сергей Сергеев рассмотрел 13 жалоб граждан на личном приеме. Заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко ответила на вопросы анапчан по телефону. В детском центре смены открыли юбилейный 20-й российский фестиваль «Казачок». Мэр Анапы Сергей Сергеев провел личный прием граждан. На встречу с мэром записались 12 анапчан и гости курорта. Обсуждали разные темы – жилищные проблемы, включение многоквартирных домов в программы капитального ремонта и детские площадки. Подробнее об обращениях граждан и о решениях Сергея Сергеева расскажем прямо сейчас. Валентина Кузьмина и Нина Гирич записались на прием к мэру Анапы по одному вопросу. Вступили в кооператив, застройщик разорился. Недостроенный жилой комплекс передавали несколько раз от хозяина к хозяину. Жилой дом по адресу улица Ленина, Мелькова, 173А, сдали в эксплуатацию через суд. Жильцы прописали, сделали ремонт в квартирах. Новый хозяин строящегося комплекса подает иски в суд о признании свидетельств на 12 квартир недействительными. Договоренности, взносы и выплаты первому застройщику для последнего – просто звук. Женщины обратились к мэру Анапы и Сергею Сергееву с просьбой помочь и пригласить нового инвестора. Готово слушать и слышать жильцов. Я чувствую, что надо вмешиваться. Но мне не понравилось. У Светланы Владимировны есть дом. Это все проверяется. Сейчас я вспоминаю улицу Подвойского, по-моему, улица Тихорецкий. Вот такая же ситуация. Она его вырулила и достроила. И 48, по-моему, квартир получили люди. Светлана Панова обратилась к мэру Анапы с просьбой включить многоквартирный дом на улице Новороссийская, 107, федеральную программу капитального ремонта. Жильцы подавали заявку, когда действовала 5-процентная программа софинансирования. Сейчас по программе жильцам придется собрать 15% от общей суммы капитального ремонта. У нас в доме участников войны. У нас участники войны лежачие. И вот я живу в этом доме 30 лет. И приходилось, я и Чекунова, и знаю, труба прорвет, надо было всегда бегать и все. Мы люди бедные. Мы не можем большие деньги платить. Мы согласились на 5%. Нам обещали сделать в 2012 году. У меня выяснили причину. Но в этом году уже все. Ну а что нам делать тогда? Ну, на будущего 2014 года. Вопросы по капитальному ремонту здания возникли у Людмилы Сурниной. Женщина обратилась к мэру Анапы Сергею Сергееву от всех жильцов дома ветеранов войны и труда. Ответы решения мэра – действовать в рамках правового поля, строго по закону. В соответствии с законом решат вопросы детской площадки в центре города. Светлана Богатырева проживает в многоэтажке более 40 лет. Выросли дети, подрастают внуки. На детской площадке играло два поколения. И вот уже два года рядом с площадкой стоят мусорные контейнеры. Соседство детей и мусора более чем странно. Еще одна жалоба на летнее кафе. Хозяева общепита заняли тротуар. Мэр Анапы Сергей Сергеев внимательно выслушал каждого на приеме. И в очередной раз отметил, для конкретных решений и действий в каждом вопросе надо разобраться детально, изучив все правовые аспекты. Наталья Пухальска, Алексей Мухортов, Анапа. Регион. Заместитель мэра Анапы Людмила Гузенко ответила на вопросы анапчан по телефону. Во вторник, 20 августа, анапчане могли позвонить на горячую линию администрации и получить консультацию заместителем мэра города. Тема горячей линии «Подготовка к новому учебному году». О том, какие вопросы задавали Анапчане и какие ответы получили, подробно в сюжете. Подготовка к новому учебному году – забота не только родителей и школьников. Интересуется продвижением очереди в детские садики мамы дошколят. Нина Сократовна, работник системы образования, позвонила на горячую линию Людмили Гузенко. Вопрос не по теме, но ответ Нина Сократовна получила исчерпывающей. Мама пятиклассника школы номер 21 уточнила по телефону, правомерно ли администрация школы вынуждает покупать школьную форму единого образца. Оказалось, нет. Родители и сами школьники вправе выбирать, что носить в школу. Главное, чтобы форма соответствовала основным требованиям – строгий стиль классического кроя черно-белое сочетание. Форму можно купить готовую, можно шить на заказ. Такого положения, чтобы все дети ходили в единой форме, скажем, в одну клеточку, такого нет. Вы можете купить эту форму в другом магазине, в другом месте. Самое главное – школа принимает стандарт. Но ни в коем случае нельзя заставлять покупать форму только у конкретного предпринимателя. Это категорически запрещено. И тем более сдавать какие-то дополнительные средства. Родители учащихся школы номер пять уточнили, когда на территории школы или рядом построят многофункциональную спортивную площадку. Пятая школа попала в программу и проведен капитальный прямон спортивного зала. Я была вот там в пятницу буквально смотрела, хороший ремонт. В один год невозможно делать и одно, и другое. Пошли мы по этому пути. Создали условия для занятий спортом детей непосредственно в спортивном зале. В этом году всем ученикам общеобразовательных школ выдадут учебники по основным предметам. Учебники и рабочие тетради по предметам одного часа для уроков ОБЖ, музыки, изоотрудов и физкультуры выдавать не будут. Житель Цибанабалки Юрий Алексеевич позвонил на горячую линию с вопросом, касающимся безопасности детей в новом учебном году. Старые тополя на территории школы давно пора обрезать. Заявку мужчины приняли и передали в управление ЖКХ. Наталья Пухальская, Антон Чистяков, Анапа-регион. В культурной жизни города-курорта большое событие. Открылся юбилейный 20-й российский детский фестиваль «Казачок», посвященный 1025-летию Крещения Руси. Адрес проведения не изменился. Федеральный детский центр отдыха «Смена». На фестиваль приехали более 40 коллективов. От Камчатки до Белгорода. Учащиеся кадетских классов, юные артисты самодеятельных коллективов продемонстрируют мастерство. И, конечно же, отдохнут на море. Подробности торжественного открытия фестиваля в материале Ларисы Басовой. Зрительным залом фестиваля «Казачок» по традиции стал стадион Федерального детского центра «Смена», желающих попасть в качестве зрителя и исполнителя полной трибуны. Дай Бог, чтобы сегодня, в этот священный праздник, чтобы вы запомнили этот 20-летний юбилей нашего фестиваля, оставили в своей памяти все доброе, все лучшее, что мы сегодня имеем на сегодняшний день. И дай Бог, чтобы вы стали продолжателями наших традиций, традиций наших предков на хорошей земле, благодатной земле Кубани, на Кавказе. Фестиваль за два десятилетия окреп и приумножился участниками. Проводить его сегодня помогает администрация города-курорта. У меня есть почетное поручение от главы города-курорта Анапы Сергея Павловича Сергеева передать всем участникам российского фестиваля самые добрые пожелания, крепкого здоровья, сохранения традиции, хорошего фестиваля, творческих успехов и каждому уехать отсюда победителям. Ведущие концерта зачитали поздравления от Министерства культуры и образования России, администрации края. В этом году участники фестиваля отдают дань памяти одному из авторов этого проекта, ветерану войны и вооруженных сил, педагогу Александру Гаври. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Николай Иванюшкин стоял вместе с ним у истоков зарождения фестиваля. Мне очень приятно, что его учредителями стали мои бывшие однопурсники. Это Александр Борисович Гаври и Владимир Прокофьевич Громов, казачий генерал, бывший атаман Кубанского казачьего войска. Конечно, не принять в этом участие, сами понимаете, я просто не имел права никакого. Таким образом, мы еще раз пытались консолидировать вот эти вот истоки кубанской, и не только кубанской, казачьей культуры. На первый фестиваль 20 лет назад приехало несколько коллективов из казачьих станиц Краснодарского и Ставропольского края. Сегодня это грандиозное мероприятие, о котором наслышана вся Россия. 43 коллектива зарегистрировались в первый день работы фестиваля. Большим составом прибыли творческие команды уральских казаков. Четыре только из Оренбургской области. Один из Челябинска, а из Екатеринбурга приехал полным составом творческий коллектив кадетского корпуса. Я пошел туда, чтобы дальше пойти учиться в силовые структуры. Следовательно, в МЧС, в МВД, во внутренние войска или в ФСБ. Я танцую, потому что, во-первых, петь не умею, во-вторых, у меня это хорошо получается, так как в составе коллектива берем призовые места. Весело, задорно, к тому же культура наша. Интересно изучать, как раньше наши предки веселились, проводили досуг вечерами. Ставрополь, Осетия, Камчатка, Иркутск, Омск. Вот далеко не полная география участников. Ребята ждали этот фестиваль и целый год готовились. Я думаю, это у нас в крови, это наше наследие. Мы идем по стопам наших предков, поэтому нам это нравится, и мы этим занимаемся. И в это много сил вкладывают наши руководители, прививают нам вот такие вот корни. Мама хотела, чтобы я стала музыканткой и отдала сначала меня на эстрадное пение. А эстрадное пение, как бы мне не подошло, меня дали на народное. И вот я пять лет учусь на народном. Есть очередной повод, чтобы узнать поближе свои корни, узнать и встретиться действительно с новыми людьми. Торжественное закрытие 20-го российского детского фестиваля «Казачок» состоится 26 августа в Центре смены в СУКО. А пока юных казаков ожидает насыщенная программа. Конкурсы для девочек-берегиня, для юношей – юный атаманец, для коллективов – казачьей традиции и современность, мастер-классы и выступления на сцене. Лариса Басова, Александр Кореневский, Анапа-регион. Аптек в городе много, правильный на вес золота. В правильной аптеке должно быть все – и опытные консультанты-фармацевты, и лекарства. И сама аптека должна быть рядом. В Анапе открылась новая аптека «Будь здоров». В ассортименте традиционные медицинские препараты, медтехника и лечебная косметика. Алина Гумирова побывала на открытии. В аптеке «Будь здоров» – современные традиционные лекарственные препараты, витаминные комплексы, лечебная косметика известных мировых брендов – Лиерак, Дюкре, Виши. При аптеке организована студия «Активные косметики», где представления о совершенстве и красоте воплощаются в реальность. Здесь помогут определить характер существующих проблем и подобрать индивидуальный план ухода за кожей и волосами. Пока вы совершаете покупки, ребенок может отдохнуть, поиграть и порисовать в детском уголке. В аптеке учтены потребности разных возрастов. Доступная цена на медтехнику наверняка привлечет людей старшего возраста, а молодежь обратит внимание на высококачественные товары по уходу за новорожденными и для малышей-грудничков. Покупатели всегда могут рассчитывать на доброжелательное обслуживание, квалифицированную консультацию фармацевтов и, что немаловажно, на самые оптимальные и доступные цены. Аптека осуществляет бесплатную доставку медикаментов. Заказать можно по телефону 3 56 81. Новая аптека «Будь здоров» работает по адресу город Анапа, улица Промышленная, 16, в одном здании с магазином «Магнит». МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает. В Анапе объявлена чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Высока вероятность возникновения природных пожаров. Отдел гражданской обороны и защиты населения напоминает. Неукоснительно соблюдайте правила пожарной безопасности. Не разжигайте костры на приусадебных участках и вблизи лесных массивов. Категорически запрещено выжигать мусор и сухостой. До особого распоряжения и снятия ЧАЭС в городе просьба конопчанам и гостям курорта не запускать огненные фонарики. При засушливой жаркой погоде и ветре это чрезвычайно опасно. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погоды на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салоны магазина изделий из камней самоцветов в Тайной Медной горы и торгового центра Алиса. Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр Алиса Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В среду 21 августа в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 28-30. Ночью 25 градусов тепла. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 25 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Лунопарк». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова